К необычной соседке теперь привыкают жители Екатеринбурга. В типовой квартире поселилась болотная рысь. Болела в зоопарке, хозяин пожалел и забрал к себе. Его-то не пугают ни размеры хищника, ни дикий нрав. А вот гости в этом доме нервничают. Александр Пугачёв, например. Из царапал обои, разорвал линолеум, уничтожил несколько комплектов шторы, даже на потолке оставил свои отметины. Этого питомца язык не поворачивается назвать домашним, но хозяин приближается к нему без опаски. Не боится быть покусанными или получить удар лапой с длинными и острыми, как бритва, когтями. Вот он очень любит вот этот шкаф, сидеть здесь. В квартире у Сергея живёт болотная рысь или камышовый кот. Молодой человек работает в зоопарке. Он ухаживал за устиком с самого рождения, а полгода назад выкупил котёнка. У малыша были серьёзные проблемы со здоровьем, так что передать его в другой зоопарк не могли. А в местном не нашлось отдельного вольера. Теперь хищники, человек привыкают к обществу друг друга. Может только агрессивничать, когда даёшь еду ему, не сухой корм, а мясо или рыбу. Это нужно делать осторожнее ставить. Почему? Потому что он идёт в нападение. Пусть внешне камышовый кот очень похож на кота домашнего, на самом деле это дикий хищник и до конца своему хозяину он не доверяет. Он никогда не придёт к нам на колени, никогда не будет мурлыкать, но зато с ним можно поиграть. Правда, для этого нужно, чтобы в квартире не было посторонних. Всех чужаков Остик встречает грозным шипением и забирается на шкаф, чтобы наблюдать за их передвижением сверху. Через какое-то время может спуститься, но подходить к незнакомцам не торопится. Предпочитает обнюхивать на расстоянии. Если к нему не лезть, то он будет сидеть там наверху, и никого не трогаетесь. Подпускает только он меня к себе, а других людей нет. Сегодня Остика ждёт путешествие к месту рождения, в Екатеринбургский зоопарк, где его будут осматривать ветеринары. До веткабинета коту придётся прогуляться в собачьей шлейке, и этот аксессуар хищнику явно не нравится. Да и в самом кабинете он продолжает заметно нервничать. Об этом говорит учащённое дыхание. Для вас он укидан, хороший мальчик, хороший. В первые месяцы после рождения котёнку был поставлен диагноз «рахит». Нынешним состоянием четвероногого пациента врач Татьяна Суркова осталась довольна. У этого котёнка была проблема с походкой, хромота. Поэтому он у нас вообще одно время даже жил, ведь часть лечился усиленно. Коту повезло. Мы его понаблюдали какое-то время, а сейчас проблем нет. В ближайшие месяцы Сергею придётся решать ещё одну серьёзную проблему. Остик вырос, и скоро, хочешь не хочешь, ему придётся подыскивать подругу. Поскольку найти одомашненную камышовую кошку в Екатеринбурге практически невозможно, выбирать придётся среди мейнкунов, а их хозяева будут явно не в восторге от встречи ухоженных питомец с непредсказуемым и неподдающимся домашниванию хищником. Александр Пугачёв, Евгений Земляников, Владимир Кожанов, 5 канал, Екатеринбург.